61 дорожно-транспортное происшествие и 10 пострадавших, двое из которых дети. Таковы неутешительные итоги одной недели. Зафиксирован нетрезвый автомобилист за рулем. Так водитель такси не справился с управлением и снес леерное ограждение. Авария произошла ночью. В ходе разбирательства выяснилось, что рулевой был в состоянии алкогольного опьянения. В наказании ему предстоит стать пешеходом. А вот в следующей ночной аварии пострадал пешеход. 30-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Плохая видимость сыграла злую шутку и с автомобилистом, и с пострадавшим мужчиной. С множественными ушибами пешеход отправлен на абулаторное лечение. Серьезная авария практически в самом центре Уссуриска. В результате столкновения двух автомобилей один оказался перевернутым в кювете. Второй чудом не долетел до придорожной канавы. В этом ДТБ пострадал пешеход. В результате невнимательности виновника аварии и желания проскочить обоим автомобилям предстоит дорогостоящий ремонт. Пешеход отделался небольшими травмами. Еще один пострадавший пешеход на Ленинградской. 47-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель грузовика пояснил, слишком неожиданно появился пеший участник дорожного движения на проезжей части. Уходя от столкновения, автомобилист опрокинулся в кювет, что не спасло пешехода. Сотрясением головного мозга и переломом ноги пострадавшая госпитализирована. 1 сентября один погибший и двое несовершеннолетних под колесами. В районе 6-го дома по Новонекольскому шоссе 15-летняя девочка пересекала улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не уступил дорогу. В итоге столкновение. У школьницы диагностирован перелом ноги. Сотрясением головного мозга и переломом обеих ног доставлен в больницу еще один пострадавший школьник у Суриска. 12-летний мальчик двигался на велосипеде по проезжей части вдоль дороги. Автомобилист при возникновении опасности не снизил скорость и отправил ребенка на больничный. 1 сентября закончилось трагически для мотоциклиста. На государственной трассе Хабаровск-Владивосток байкер не справился с управлением и столкнулся с Маздой. Прибывшие медики диагностировали кому и множественные травмы. Впоследствии 41-летний мужчина скончался в больнице. Неспокойной была неделя и у пожарных у Суриска. Все силы средства были брошены на борьбу со стихией, но не с огнем воевали огнеборцы, а с водой. На помощь у Сурискому отряду спасателей прибыли коллеги из Амурского спасательного центра.